Уважаемые жители республики, добрый вечер. Сегодня нахожусь в Прилузском районе и расскажу об этом чуть позже. Как обычно, сначала несколько цифр. В республике лабораторно подтверждено 2085 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки у нас сегодня антирекорд, 156 человек. Из них 79 человек это в Оркута и 63 человека в Усинске. Как я и говорил, к сожалению, мы имеем вот такие два микропика. О том, как мы их оцениваем и какие меры предпринимаем мы будем предпринимать в ближайшее время, расскажу чуть позже. И еще несколько цифр. Под медицинским наблюдением 1664 человека, выздоровело 1024 человека. Хочу сказать, что перевалили порог тысячи выздоровевших. Это очень хороший статистический предел. Надо выздоравливать больше. Завтра утром вылетаю в Оркуту вместе с группой врачей и среднего медперсонала. Это специалисты из Коми Республиканской клинической больницы. Это добровольцы, люди, которые, в общем, откликнулись на призыв помочь нашим коллегам в Оркуте. Перед этим мы отправили туда рейсами санавиации медицинское оборудование, которое будет необходимо для дополнительных развернутых коек медикаменты и средства индивидуальной защиты. Сейчас в Оркута, как я и сказал, проходит микропик по заболеваемости. Ситуация под контролем. Вот завтра по итогам поездки детально расскажу о том, что происходит в Заполярье. Но уже сейчас понятно, что делать, какие меры мы там предпринимаем, как проводим профилактику и лечение. Хочу точно совершенно вам сказать, что ситуация под контролем. Сегодня я провел день в Перлузском районе, посетил очень много предприятий, в том числе предприятия агропромышленного комплекса. Например, очень большое предприятие Южное, фермерское хозяйство в селе Летка, наоборот, индивидуальное предпринимательское хозяйство. И основное, и для большого предприятия, и для малого, это вопросы сбыта. Сбыта продукции, это в основном, конечно, молоко. Почему они стали так важны именно в этот период, этой весной, абсолютно понятно, потому что коронавирус спутал все планы. Основной потребитель — это социальная сфера, это сады и учреждения здравоохранения. Понятно, что особенно детские сады, школы, они были в режиме закрыта, не работали. И проблема, куда сбывать молоко, мы сейчас продумываем, как помочь сельхозпроизводителям и готовим планы по их реализации. Также я побывал сегодня в градообразующем предприятии, это муниципальное предприятие «Луза-Лес». Компания обеспечивает рабочими местами жителей района, это очень важно. Реализует крупные инвестпроекты, является надежным социальным партнером правительства Республики и Прилужского района. Обсудили возможность участия компании в возведении объектов деревянного домостроения, а также вот такие перспективные планы по строительству ФАПов, участковых больниц, жилья для специалистов здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Сегодня в Прилужском районе посетил социальные объекты, в их числе это объекты, которые уже прошли модернизацию, например, модельная библиотека в Обьячево и дом культуры в селе Летка. Также посетил объекты, которые нуждаются в обновлении, это детская консультация и средняя школа в райцентре. Причем по этой новой школе на 600 мест, она будет возводиться по федеральной программе, под нее подобрано место для строительства и готова проектно-смертная документация, причем она получила положительное заключение. Соответственно, мы строительство начнем раньше запланированно, уже в этом году. По детской консультации также в этом году закончим проведение ремонта, но хочу сказать, что и дети и учиться, и лечиться будут в достойных условиях. Одной из важных тем, которая поднималась в районе, она избитая эта тема, это строительство дорог и мостов. Сегодня я посмотрел состояние деревянного моста через реку Летка. Ну, это мост просто памятник архитектуры аварийной, мост действительно в аварийном состоянии, и все бы ничего, но по нему продолжают переходить люди, а самое главное, на том берегу реки в населенном пункте находится школа, куда во время учебного года детей возят каждый день на обучение. И вот это очень опасная история, вообще беспрецедентная. Также вынуждена скорая помощь, либо пробираться по этому мосту, либо там фельдшеры и доктора ходят к пациентам, а потом их переводят на ту сторону. В общем, ситуация требует немедленного решения, поэтому я дал поручение включить его в заявку от Республики в федеральную программу мосты и путепроводы. Проектно-сметная документация по этому мосту подготовлена, стоимость достаточно большая, но, повторяю, риски, тем не менее, непомерные. Поэтому выделим средства и будем мост ставить на замену, на ремонт. Уважаемые жители Республики, ну вот это вся информация на сегодня. Еще раз напоминаю, что действуют у нас в Республике режимы безопасности, масочный режим, поэтому будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин